Всем привет! Сейчас я вам покажу все растения, что у меня есть дома. Итак, первым будет эухарис, или амазонская лилия. Он у меня уже где-то года три, но только в прошлом году я его пересадил в хороший грунт, добавил удобрений, и только тогда он стал хорошо расти. Только что, кстати, завершил цветение. Итак, идем дальше, и здесь у меня финиковая пальма. Мне ее отдали друзья где-то год назад, я ее пересадил, и она начала очень хорошо прирастать у меня в новом грунте. Ей примерно лет 10, я думаю. Далее на подоконнике гипераструм, он уже довольно тоже старый, и только с прошлого года после пересадки стал нормально расти. Все жду, когда начнет цвести он у меня. Далее идут небольшие бордерные розы, которые я черенковал у меня в тикток-канале. Они без колючек, и у моей сестры они очень хорошо растут дома, поэтому я тоже хочу их попробовать вырастить. Далее у меня здесь плошка, в которой я выращиваю своего рода садик из суккулентов и кактусов различных. В принципе, сажаю сюда все, что найду такого. Вот эти вот кактусы сейчас не помню, как называются. Те, что повыше кактусы, это церусы, далее тут суккуленты всякие, очетки. В принципе, не идеально кактусы с суккулентами сажать вместе, потому что их полив отличается, но мне нравится, как это выглядит, и пока они у меня более-менее растут хорошо. Кстати, в качестве грунта здесь у меня галька с небольшим количеством удобрений. Далее идет лук-порей, который я точно так же выращивал из магазинного у себя в тикток-канале, уже вот такой вот отрос. Рядом здесь еще одни бордерные розы, но немного другие, они без колючек, бордовые, а те были розовые. Я их также в тикток-канале у себя пересаживал, и вот после пересадки уже молодая поросль. Пока они будут у меня в квартире, посмотрю, как растут. Если будет плохо, то высажу в палисадник себе по весне. Далее здесь колланхоя. Его я держу преимущественно для того, чтобы листики его выдавливать в сок и капать в нос, когда насморк. Итак, это была одна комната, подоконник, теперь пройдем в другую комнату. Итак, этот подоконник представлен у меня также всякой всячной, которую я недавно посадил. Здесь вот я с лета пытаюсь прорастить монстеру из черенка, который я нашел на улицу, который кто-то выбросил. Вот она уже дала хороший такой стебель, три листа. Я хотел, конечно, чтобы вот вторая часть этого корня тоже дала побеги, но посмотрим. Может быть, все-таки не новую пасту попробую, чтобы пробудить почки. В целом она, конечно, очень быстро растет, и скоро ей понадобится другой горшок. Дальше у меня здесь ананас, который я также у себя в тикток-канале пересаживал. Токарликовый ананас, материнское дерево, оно, скорее всего, умрет, потому что оно уже давало плоды. Дальше здесь хризантемы, которые я также на днях пересаживал. Это черенки из магазинного букета, которые я укоренил. Далее здесь идут монстеры начеренкованные, которые я хочу подсадить к вот этому моему большому кусту монстеры. И в целом у меня получится такой пышный-пышный куст. Ну, по крайней мере, так планируется. Вот они прекрасно дают корешки в воде буквально за неделю, и потом я их вот сюда вот так вот подсажу. И будет у меня пышный куст монстеры. Вообще она очень легко размножается вот такими черенками, поэтому если у вас еще нет монстеры, очень советую. Далее идет моя мечта, которую я очень давно хотел приобрести. Это фикус леровидный или фикус лерата. Вот я нашел вот такой вот черенок с листом. Он был только с почкой, и где-то буквально вот за недели три он пустил вот такой стебелек, и уже два новых листа. Вообще шикарное дерево, очень большое, такое раскидистое, и я давно его хотел. Вообще очень люблю большие растения. Следом идет алоэ вера. С ним у меня немного проблемы. Вот здесь на листах появляются какие-то вот черные то ли гниль, то ли что, такие сухие прям пятна. Вот детку он дал, но на детке тоже это есть. Не знаю, что это, еще не разобрался, но если есть знатоки, подскажите в комментариях, что это может быть. Он стоял на солнце. И здесь рядом у меня кротон. Красивое очень дерево. В прошлом году его приобрел, было где-то раза в два меньше. Вот оно дает хорошую поросль. Листики сначала зеленые появляются, а потом при хорошем свете, но не прямом, они вот такими вот ярко-бордовыми становятся. Кстати, тоже черенкуется неплохо, но пока у меня здесь нет лишних веточек показать. Вот такой вот экземпляр. Очень его люблю тоже. Итак, с этим подоконником у нас все. Теперь переходим в другую комнату. Здесь все начинается с мета-сиквой. Это, конечно, уличное растение. Очень древнее, интересное. Также в ТикТоке про него у себя рассказывал. Я вырастил его из семечки в прошлом году. И сейчас вот оно начало распускаться и перенес его в дом пока. А здесь лимон, судя по всему, мэйр. Тут у меня небольшой листик от толстянки. Лимон этот я никак не пересажу. Надо с ним что-то делать. И дальше у меня здесь идут секвойи. Это секвойя дендрон или гигантская секвойя. Вот побольше экземпляра ему уже где-то полгода. Вот этому еще чуть-чуть побольше. Я его реанимирую. Он очень болел. И я его посадил в мох с фагнум. Пока что вот он отходит. Далее идут розы. Это из той же партии бордерных роз, что были до этого. Те же самые бордовые. Тоже вот новую поросль дают. Следом у меня здесь идет иониум. Очень так слабенько растет. Чуть-чуть совсем прирост с прошлого года, как я его взял. Дальше идет толстянка. У этой такие волнистые листья. Не знаю сорт. Это также обычная толстянка, денежное дерево с овальными листьями. И это у нас антуриум или мужское счастье. Также в тиктоке его пересаживал. Там одно из самых популярных видео стало. Вот. С этим подоконником тоже все. Так, следующее окно представлено преимущественно различными толстянками. Правда, здесь вот есть у меня спатифилум. Также его пересаживал не так давно. Он у меня новый, мне его подарили. Посмотрим, как он у меня зацветет. Далее идет красула триколор. В прошлом году приобрел маленький черенок. И он у меня вот разросся где-то раза в три больше. Стал очень красивое денежное дерево, толстянка. Этот я вообще обожаю. Это красула хоббит. Здесь такие у нее ушки шарек из своего рода листики. Очень давно хотел. Тоже в прошлом году приобрел. Очень сильно она наросла. И здесь также красула ават, как денежное дерево обычно. Только у него мелкая листва. Далее идет кактус. Честно, не знаю его название. Случайно приобрел. И еще одна точно такая же красула с мелкими листами. Переходим на мой подоконник. Лабораторию или парник. Здесь у меня все, что новое я проращиваю. Вот здесь начинается все с ананаса. Это детка того, что я показывал. Здесь я лимон черенкую. Зеленый лук. Также здесь мята. Финики проращиваются. Авокадо. Черенкуются. Розмарины. Фундук проращивается. Вот здесь лук уже по второму кругу растет срезанный. Здесь лимоны проращиваются. Рядом секвойя. Еще те, что не проросли семечки. Здесь у меня драконий фрукт взошел недавно. В тиктоке, кстати, один миллион просмотров набрал. Здесь попытка сделать прививку на лимон. Судя по всему, она будет неудачная. Новые косточки авокадо. И здесь целая батарея секвой дендронов, которые у меня взошли. Это вот сеянцы буквально месяцем возрасту. Здесь, правда, вот несколько туи взошло тоже с этой секвой из-за того, что они в грунте были. Ну вот, скоро эти секвойи будут набирать рост. И я их буду пытаться доводить до размера, чтобы можно было высадить уже в грунт на улицу. У меня есть еще небольшой полисадник. И я хочу их со временем перевести туда на доращивание. Вот здесь еще черенкуется розмарин. Но, скорее всего, он весь помрет. Это был не сильно удачный эксперимент. Будем пробовать еще. И на последнем подоконнике у меня гузмания или материнское счастье. Этот цветок умрет после того, как отцветет основное растение. И оставит от себя детки. И две орхидеи. Одна в закрытую систему посаженной. Другая в обычный горшок, который поливаю погружением. Также здесь мой кот Томас, который мне помогает с цветами. На самом деле наоборот. Кроме того, в подъезде из кладовки и с окнами я сделал своего рода неотапливаемый парник или теплицу. Для растений, которым нужна холодная зимовка. Здесь павловский лимон. Также секвой и дендроны, которым по полгода из семян выращенные. Туя обыкновенная. А также секвой и дендрон, которому где-то год. Самый старый мой. Здесь держится стабильный плюс. Самый минимум бывает до нуля. Пускается зимой в лютые морозы. Кроме этого, здесь мой бонсай из вяза, которому сильно холодно на улице. Но тем не менее, нужна зимовка. А также я черенкую различные хвойные, которым нужна прохлада. Итак, это все растения, что сейчас у меня есть дома. Но есть еще палисадни, которые я покажу, когда будет чуть теплее. А пока, если вам все понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео.